Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, очередной тур Чемпионата России. А уже буквально через несколько дней мы будем своими собственными глазами лицезреть, как на новеньком стадионе «Лужники». Сборная команда России будет противостоять не только сборной Аргентины, как таковой, но и самому Лианне Люмеси. Обо всем этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгением Ворониным и Эльдаром Ишкаевым. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Сергей, на твой взгляд? Да. Или у меня ошибочное мнение? Что на пик выходят спортсмены? Да. Ну, сейчас какое-то такое вот реально время, когда, говорю, и не устали, и уже вошли в темпы. Вообще о футболе, который показывает сейчас. Команды. Ты про Россию. Ну, Россия, Лига Чемпионов. Вообще вот. Или нельзя это сравнить? В Лиге Чемпионов еще, я согласен с тобой, в Лиге Чемпионов еще можно сравнить. Но в Чемпионате немножко странная ситуация возникает. Если не брать в расчет «Локомотив», то остальные команды, допустим, «Зенит», который там сколько? Пять матчей не может забить, допустим. Какой у него сейчас подъем, ты хочешь сказать? Тот же Краснодар, который в последний матч хорошо сыграл. До этого он не мог выиграть там. Из шести матчей у него только две победы. Шесть очков набрал. Но я больше скажу, кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Ну, он на третьем месте, Олег. Он на третьем месте идет, нормально все. Понимаешь, какой это у него подъем? Удалять? Вы-то хотели убирать уже тренера, да, Шалимова? Зато Сережа Шанджи поднялись, например. Ну, нет, я тебе говорю, в верхней строчке команды, которые вверху, я не считаю, Олег, что такой же сильный подъем какой-то. Да, в Еврокубках еще более-менее как-то мы, а вот в чемпионате какая-то непонятная ситуация возникла. Ну, раз уж мы заговорили о Еврокубках, давайте сами вспомним и нашим телезрителям поможем узнать, или вернее вспомнить, как закончились матчи Лиги Чемпионов с участием российских команд. Итак, Севилья, Спартак 2-1 и Базель ЦСКА для всех болельщиков и поклонников армейской команды, что называется, бальзам на сердце. Переходим к этим матчам. К сожалению, нет представителей Спартака, но я уверен, что матчи Лиги Чемпионов мы можем обсуждать абсолютно совместно и свободно. Телефоны вы видите на своих экранах, поэтому звоните, давайте пообщаемся и поймем, насколько наши команды реально конкурентно способны в Европе. Итак, Константин, ну давай с тебя начнем. Севилья, Спартак 2-1. Мы увидели тот Спартак, который мы видим очень часто как игру ЦСКА. Безвольную, без... В общем, мы видим Спартак тот, к которому привыкли, правильно я понимаю? Ты так это скажешь? А, вот так вот даже. Так вернее. Мне жили, не надо ЦСКА грязь. Ну, если не брать предыдущий сезон, то в принципе... Вопрос к чему? К тому, что, на твой взгляд, Спартак безбольно провел... Ну, после 5-1, после вот или вот... Вообще, на самом деле, Олег, мне кажется, многие предсказывали о том, что Севилья будет, ну если не мстить, то, по крайней мере, при своих болельщиках побеждать Спартак. Что, в принципе, и получилось. Но стоит отдать должное Спартаку, они даже при счете 0-2 как-то цеплялись, боролись. Мне кажется, свой гол заслуженно где-то даже, наверное... Но они забили там за 15 минут, как бы они проснулись на 75-минуте. В любом случае, уже в чудо не верилось. Верилось то, что Спартак, наверное, ну если не высоко поднятый головой после 5-1, да, у Сибидона, то, по крайней мере, нормально пойдет со стадиона. Нормально проиграл, да. Полетит, да, в Москву, обратно подготавливаться к остальным матчам. Можно здесь сказать о том, что вообще многие предсказывали как раз-таки, ну, разгромную даже победу там Севиле. Я слушал разных там интересных экспертов футбольных. Ну, как бы, не знаю, я лично не понимаю. Чего они брали? Чего они брали, это да. Разгромную победу Севиле предсказывали? Севиле, да. Да. Победу мы тоже говорили. Вспомним, мы же говорили. Конечно. Перед Лигой чемпионов, что Спартаку будет тяжело и, скорее всего, Севиле выиграет, да. Единственное, что, в принципе, Спартак, наверное, пропустил даже вот какой-то вот мяч с углового. Это я сейчас вспоминаю. Ну, то ли недоработка, то ли, как бы, ну, такие моменты должны выноситься. Но если не вратарем, будь вот на месте, мне кажется, тот же самый Ребров, мне кажется, он бы иначе сыграл, чем тот же самый Селихов на выходе, да. Чего гадать? Да, ну, в любом случае, я не знаю. Спартак сыграл так, как сыграл. Он проиграл на выезде в Севиле со счетом 2-1. Рассчитывать на 6 очков двух команд, что ЦСКА, что Спартака в одном туре Лиги чемпионов, наверное, это для России. Ого-го. Какое удовольствие. Да, я даже не помню, когда последний раз было нечто подобное. Ну, по крайней мере, что одна команда, что тем более ЦСКА, выглядели убедительно и очень даже неплохо. Ну, что ж, хорошо. Эльдар, выскажи, пожалуйста, свое мнение. Я считал, да, в своем выступлении, что Спартак сыграл так, как мы видели, как тот же ЦСКА сыграл с Базельем у себя дома. Да? Бездарно, без воли, без характера. С этим соглашусь. Можно простить все, но как вот мы сыграли дома с Базелем, это, конечно, вопрос открытый. Почему? Для чего так они безвольно, непонятно. А то, что как они сыграли на выезде, проигрывая 1-0 и вот эта волевая победа, когда вышел Дзага и действительно он показал, что он лидер команды и может за собой потащить. Вот это уже, да, вот это вот хорошая такая нормальная игра. Но опять же у нас, скажу, вот неоднократно уже говорил, что не хватает нападающего. Ну, это естественно. Ну, кстати говоря, вот мы все смотрели этот матч по телевизору, а у тебя немножко другое было ощущение. Ты был на стадионе, ты жил этой атмосферой, ты был, что называется, в метрах от наших футболистов. Как на стадионе смотрелась игра? Замечательно смотрелась. Ну, первый тайм, да, так себе, все как-то и Шиза там такая, вроде поддерживали команду, да, так вот. Но во втором тайме уже и болельщики преобразились, действительно, прямо все, и вся трибуна гнала вперед. И сами, кстати, игроки это поняли, после забитого мяча они подбегали к нам и действительно как-то благодарили. Ну, действительно, это на самом деле, хочу сказать, что вот смотреть по телевизору футбол и на стадионе, тем более в другом городе, когда твоя команда играет в Лиге Чемпионов и слышать гимн Лиги Чемпионов своей родной команды, это очень дорогого стоит. И словами вот эти все эмоции не передать, тем более там болельщики ЦСКА организовали проход по Базилю, все там с фоерами, с петардами, ну, с песнями, с барабанами. Все красиво, все на высшем уровне, без каких-либо там провокаций, да, со стороны болельщиков Базилия. А полиция тоже прекрасно к этому отнеслась. Почему? Потому что Базилия у себя в городе, да, очень часто такие проходы делает. И поэтому, я не знаю, почему, кстати, вот у нас такое запрещают. Все, я говорю, прошло на таком спокойном уровне. И даже вот, когда фоера жгли, нас, да, вот во время игры, в перерыве даже, и полицейские как-то не подошли, ничего, все нормально, пожгли буквально 5 минут. И вот эта атмосфера, она ничем не передаваемая. И игра по-другому... У вас даже цвета совпадают, да? Да, совпадают. И, во-вторых, обменялись очками. Три на выезде. Ну, по сути, нет, а там еще у меня, я сделал фотографию стикера, где 100% антиспартак. То есть, прямо, ну, все было красно-синее, 100% антиспартак. Скажи, пожалуйста, да, ты был на фанатке, ты был со всеми болельщиками, да? Конечно, да, да. Вот смотри, когда, ну, чувствуешь, игра не идет, все еле ноги волочат и так далее. И тут, когда команда начинает играть, набирать обороты. Другой вообще принцип смотрения игры? Конечно, конечно. Абсолютно, абсолютно. Все, ну, кстати, вот, на самом деле, ну, наверное, армейские болельщики, да, вот, раздеваются по торсу. Весь Базель потом переключился, все смотрели на нас, как там у нас нижний ярус, все по торсу, там, от мала до велика. Градус там был довольно-таки прохладный, там суховато, ну, и поэтому и футбол совсем, ну, где-то так, да. И футбол, и эмоции совсем по-другому, и уже никто, как говорится, глотки не жалел, а вот именно гнал команду вперед и только вперед. Вот, и команда это чувствовала, потому что, ну, по идее, действительно, вот, футбол, не знаю, без голов, это, ну, я не знаю, как... Антихайф, да. Как любовь без секса, там, или как-то наоборот, ну, как-то вот так, это ничто, это вообще ничто. Играть надо во имя футбола, во имя фанатов, во имя голов и забивать, вот и все. И когда болельщики это чувствуют, то, что игра идет, да, они готовы отдать полностью себя, вот именно, вот, для поддержки команды, чтобы гнать ее вперед. Жень, вот я это сказал, да, мне бы рассказал о том, что вышел Дзагоев, да, немножко поменялась структура, да, схема игры поменялась. На твой взгляд, это заслуга все-таки Дзагоева, или реально что-то, ну, какой-то другой фактор, по-моему. Я думаю, что Дзагоев вышел после перерыва, понятно было, что до перерыва Виттини себя не проявил, как нападающий, да, и только, скажем так, мешал. Играли не в 11 человек, а в 10, да, листером. То есть, передачи, которые были направлены на него, он губил, беспощадные. Не принимал. Ну, да, скажем так, не хотел играть. И, конечно, было мое удивление, когда уже потом вышел в нападение, выдвинулся Понтус, и под ним вышел Дзагоев. И, кстати, Понтус еще мог забить головой, забить 3-1, и мы на самом деле по личным встречам проходили. Как это все будет смотреться, и вот именно вот это сыграло, сыграло именно здесь тренерское решение, да, как приняло решение выдвинуть Понтуса вперед в нападение. Ну, Понтус уже славился тем, что он играл в нападении, уже для него это... Да, поэтому для него позиция знакома, скажем так. Он, по-моему, из сборной Швеции есть, если не ошибаюсь. Не, ну не самой сборной, он в Малдарусе. Ребят, обращусь к вам. Вот вы... Мы тоже смотрели матч. Да, вот вы не только смотрели, но вы еще и играли. Вообще, в командах, насколько это практикуется, чтобы человек менял позицию, либо там по ходу матча, либо еще как, да? Ну, играет, там, центрального защитника, а его направляют нападающим. Я сразу вспоминаю игрока локомотива, Родолфа был такой защитник, он в телеке недавно играл. И, слушай, очень даже неплохо у него получалось нападение, он даже приносил очки. А так, ну, не от хорошей жизни, в принципе, тренер к такому вот идет поступку. А кто, Пике, по-моему, или Маскирана, кто тоже, по-моему, его переводили. Я скажу, в Динамо, потому что такое было, Рыков, когда в храме был, да, если матч, допустим, движется к завершению проигрывающего мяча, его практически все тренеры отправляли вперед, чтобы, во-первых, высокий и силовой забил. Не, ну, из звезд, наверное, Серхио Рамос, который идет всегда на какие-то штрафные угловые угловые и забивает, да. Ну, здесь вот, опять же, может, можно сказать, кто-то к этому, наверное, способствует. Наверное, тренер больше всего и нарабатывает такие вещи на тренировках, видит, что тот же условный Бернблум, да, опорник, очень неплохо себя проявляет на тренировках и забивает голы. Поэтому, я думаю, здесь осознанно тренер на этот шаг идет. Нет такого, знаешь, чтобы... Ну, смотри, помню-то, сколько получил желтой карточки, играя на месте опорного, а в нападении еще ничего не получал. И забил даже. Ну, так бы и пускай, он играет в нападении. Нет, у меня вот вопрос к болельщикам армейским. У Гончаренко он так и задумывал, да, вот, по поводу того, что выйдет Загоев? Нет, изначально ты имеешь в виду? Нет, изначально, да, Загоев планировался выход, насколько я мог считать, а по прессе, по этому, да, он не полностью был готов, потому что он сам предназначал, что он, скажем так, выслал язык. А вместо кого? Ну, вместо кого? Головина. Ну, вместо того же Головина. Можно я закрою немножко тему, вот эту предыдущую, которую начали. Как вот говорил Лобановский, я хочу, чтобы у меня было в команде 11 универсалов. 11 шевчинов. Ну, 11 универсалов, которые могли сыграть на любую позицию. Допустим, в ЦСКА на такую позицию мог сыграть, допустим, Симак. Он куда-нибудь поставил нападение, он в нападении будет. Он в защите играл. В Спартаке Тихонов играл. Мы помним, как защитник, и даже на воротах стоял. То есть, наверное, все-таки старая школа, она планировала... То есть, все-все-все-все-все, от защитников до нападающего, чтобы игрок мог играть. Голландский тотальный футбол, 70-е годы, да, вот это как раз придумали. У вас есть телефонный звонок, сейчас пообщаемся с нашим телезрителем и продолжим нашу увлечательную беседу. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, да, я забыл сказать. Узнали, да мы узнали. Потому что Загоев играет, не может играть все 90-е минуты, к сожалению, так. Поэтому они его планируют, но на короткое время. Поэтому он посмотрел, что не получается в первой половине игры, выпустил его. Но то, что Понтус может играть и в нападении, это тоже известно. И это не от хорошей жизни. Некого просто, к сожалению, больше. А разве он плохо справляется? Ну он не нападающий, скорости нету. Он справляется. У меня к нему есть другие претензии. Нас когда будем разбирать локомотив ПСК, я тогда скажу. Договорились. А в целом, вот так. Я с Костей тоже согласен, что это не от хорошей жизни. Ну, наверное, да. Наверное, да. Потому что скорость. Нет, а что значит скорость? Скорости нет. Все должны быть мусоем? Нет, ну не всем мусоем. А у Вагнера была скорость? У Вагнера была техника, как-никак. Или... Того же Жамледенова, от того, что у него есть опыт. Он, во-первых, из сборных в Швеции, да. А во-вторых, он как-то хладнокровнее относится к тому или иному моменту, чем вот молодые ребята. Заводится так, как он. Может, глаза горят. Изначально... Если защитник увидит рядышком Чалова, ну-ка, брат, подвинься. А попробуй понтусы. Так, а изначально, сначала же пришел Эльм, а потом, как второй столб, да, второй столб по схеме 4-2-3-1, пришел Верблум. И вот эти два столба, они на самом деле могли как все разрушать, так и все действительно созидать. Нет, здесь я с тобой немножко поправлю тебя. Все-таки понтус, он больше разрушитель. Разрушитель, да. А Эльм, я же говорю, как они могли как разрушать, так и создавать. Пожелее, что у нас вот Эльма нет. Ну да, хорошая. Олег, еще вопрос. Да, конечно. Второй вопрос. А не было ощущения, вот я как-то смотрел, я не знаю, хоть я болельщик Динамо, я все время боялся за Загоева. Вот я опять за Гойу вернусь, да? Вот до того мы с Олегом вот разговаривали, до того действительно хрустальный стал парень, да? Тут доиграет он матч. Как и Робен. Как упадет, я думаю, ну все, сейчас опять что-нибудь начнет. Подтянул там, он что-то схватился за что-то. И вот все время ощущение того, что сейчас, сейчас, сейчас. Я там, находясь на стадионе, когда вот Шиза там у нас... Болельщики, я думаю, если я боялся, то вы уже точно боялись. Не, мы боялись больше, на самом деле, за Гойу, то у нас, когда вот это пошла волна уж, да? Там все, один-один, там два-один. К тому же мы боялись, сколько ни за Загоева, а за Васина. Как бы он опять что-нибудь не накосячил. А за Гойу-то мы знали, нормально, он вышел, все, то есть он свое дело сделал. Но вот Васин, это что-то, это вот прямо вот за него хоть вот так вот, вот трясись там все. Да, потому что Азу нет, когда... Ну что ж, а, конечно, я хотел бы поздравить и не только болельщиков ЦСКА с тем, что команда победила, команда не потеряла абсолютно шансов на то, чтобы пройти следующий этап Лиги Чемпионов. Но хочу сразу спросить Вас, а надо ли это? Что? В смысле? Проходить следующий этап Лиги Чемпионов. Конечно, это же деньги. А деньги? А деньги? По мне, пусть они лучше выиграют титул, Кубок УЕФА, чем Лига Европы. Я с Солидаром согласен, на мой взгляд, команды неплохо бы себя проявили в Лиге Европы. Конечно, друзья, но таким подбором, который сейчас в Лиге Европы, выиграть его практически невозможно. Ну, а кто думал, ну ладно. А вот многие говорили, что Зенит, Зенит, очень даже смотрятся в финале. В второй раунд, там уже вылетаешь с конца. Конечно, все, до свидания. Естественно. Да не, ну опять же хочется поехать на финальную игру, да, как вот... Париж? Да куда угодно. Где у вас там будет? Я уже не помню. В Лиссабо. В Лиссабо. В Лиссабо там было. Да, и почему на финал-то не поехать-то? А вдруг опять повезет? Ну что ж, конечно, будем надеяться, что ЦСКА удастся и дальше продолжать. Учитывая, что следующий матч ЦСКА играет, по-моему, 22 ноября и играет с португальской Бенфикой, которую на выезде они, кстати говоря, тоже обыграли, но уверен, что матч с Бенфикой не будет подарком. Это абсолютно точно. Согласны? Да. Давайте переходим к Лиге Европы. Там тоже состоялись матчи с участием российских команд. Это Зенит и Локомотив, и мы вспоминаем результаты. Тут, к сожалению, наши команды не порадовали в такой полной, что называется, стопроцентной радости. Руссенборг, Зенит 1-1, и Локомотив проиграл дома Шериф 1-2. И, как говорит один из болельщиков ЦСКА, позор. Я в этом не вижу. Команды лидируют в чемпионате России и Шериф Молдавский. Молдавия не лидирует, товарищ Молдавия. Если бы вы знали, друзья, как игра складывается, то можно сказать, что здесь травму получил основной голкипер Гильерми и молодой вратарь Медведев. Не из голкипера проиграли все-таки. Мне кажется, что из-за голкипера. Ну хорошо, голкипер голкипером, но команда должна играть. Запомнится не игра, запомнится счет. Запомнится результат, бесспорно. Вот, товарищ тебе говорит. Здесь просто Локомотив. Запомнится, но не главное. А что же счета? А что, если три очка же не пахнут? О-о-о, мы сейчас найдем. А знаете, Константин, вот... Нет, на мой взгляд, друзья, во-первых, после Зенита, когда победной игры, у Локомотива было меньше времени на подготовку против Шерифа. И после Шерифа было у Локомотива на целых два дня меньше на подготовку, чем у ЦСКА. И это мы еще к этому подойдем. К очной встрече. Почему с Шерифом-то не получилось? С Шерифом все получалось в первом тайме. Вот, обидный гол 1-1. В принципе, он не вытекал из игры. Там, мне кажется, это все-таки была недоработка вратаря. Когда мяч летит в ближний угол, а вратарь, извиняюсь, летит в дальний угол, ну, тут опыт, наверное, играет большую ключевую роль. А во втором тайме Локомотив, ну, просто встал. Мне кажется, такой момент может быть. У кого-то он более протяженный, а кто-то вот не ожидал от того, что там на фоне Зенита и ЦСКА Локомотив будет и Краснодара достойно смотреться, а тут бац и осечка. Но, к сожалению, вот не только лицо Локомотива, именно Шериф здесь. Хотя вот с Копенгагеном, с тем же самым Элленом на матч, которого я ходил, Локомотив просто превосходно смотрелся. Вот, и я думаю, дальше все будет нормально в Лиге Европы. А вот смотри, ты говоришь, превосходно смотрелся. Сейчас, Сергей, я просто ремарку, которая ко мне пришла в голову, когда я смотрел этот матч. Я почему-то увидел, или мне это пришло, что играют команды разного уровня. Даже не просто, что там матч, а команды разного уровня, что Шериф настолько выше, то есть, условно говоря, Барселона и Шинник какой-нибудь. То есть, по всем статьям Шериф перегнал. Я могу ответить на этот вопрос. У Локомотива как раз-таки есть осечки с командами ниже турнирной таблицы. И в том числе и Амкар, в том числе и Уфа. А Шериф тоже, мне кажется, что если бы вот в рамках чемпионата России... Шериф слабее, Амкара там... Мне кажется, что команда не сильнее Спартака ЦСКА. Не так, не так. Шериф, я бы на прошлых передачах на двух говорил, что Шериф, команда очень сильная. Надо считаться обязательно. Она лидер последних лет в Молдавии. Раз, она участвует, она опытная. Она играет практически во всех. Каждый год она играет в Еврокубах. Каждый год играет. Какие там еще команды в Молдавии есть? И там, кстати, на матче... Конкурентов нет. На матче в Локомотиве присутствовал Широков. Динам просматривал игрока с такими желтыми косичками. Да, да, да. Который забил. Да, он забил гол, кстати. И вот сейчас читал в интернете, что... Я не знаю, если бы сравнивать Шериф с нашим чемпионатом. Но думаю, может быть в пятерке. Команда сыграно, скажу. Но сыграно, да. И они этим и воспользуются. А статистика. Я же в прошлой программе говорил, что... Ни одна российская команда еще не побеждала Шериф. Ни одна. Правильно, Алексей Павлович. И если бы гол забил бы Алексей Миранчук, то его командир бы не проиграл. Опять же, если бы. Ну, если бы нет. Нет, на самом деле... На самом деле, не знаю, Юрий Павлович такой он хитрый лис. Я думаю, у него все будет четко. Он сейчас играет, и на него любо-дорого смотреть. Как они Зенит на выезде одолели. Да, и вообще, вот и с нами тоже. Ну, конечно, Семин тут еще молодец. Вот честное слово, вот Юрий Павлович... А Кенфеев, многие шутят. А Кенфеев, когда подошел к Юрию Павловичу, там, они тет-тет-тет поразговаривали, а Кенфеев попросил вернуть петушок все-таки. Красносиний, да? Друзья мои, ну и немножко времени. Давайте затронем Руссенборг-Зенит. Понятно, Зенит играл на выезде, но турнирная таблица, наверное, позволяла Зениту немножко подрасслабиться, что называется, да? Но, тем не менее, они сыграли в ничью, да? Может быть, не принесли как-то локомотив в копилку, наверное, ожидаемых очков, да, в еврокопилку. Но, тем не менее, свою задачу решил, и Зенит вышел уже в весну, в европейскую весну. Своего флиги Европы, да. Да, поздравляю, в общем-то, болельщиков Зенита. Ну что, друзья мои, давайте переходим к следующей теме. Время летит быстротечно, нам еще есть о чем поговорить. Чемпионат России, 16-й тур. Ну и давайте вспомним, какие матчи были и с какими результатами они закончились. Итак, Рубин-Зенит 0-0, как уже говорили, Зенит не может забить уже сколько там, очень-очень много. Времени долго. Спартак, Уфа, 3-1, победа, выливая. Локомотив, ЦСКА, центральный матч Тура, 2-2. Амкар, Анжи, 1-2. Ска, Хабаровск, Арсенал, Арсенал. Вообще творит чудеса, две победы подряд. Ахмат, Ростов, 1-0. Тосна, Краснодар, 1-3. Две победы подряд Краснодара. Ну и Урал, Динамо, Москва, 2-2. У меня сразу вопрос к болельщику Динамо. Можно? Да, мы конечно играли. Первая лига? Нет, зачем? А что, нормально Хохлов? А что же нормально? Из четырех матчей один проиграл только Хохлов. Одна победа, две ничьи. Если бы было нормально... Одна поражение, одна ничья. Нам заберут. Мы тоже могли бы выиграть. Однако же мы сейчас к этому подойдем. Я тут читал интервью Панченко, а у них... Ну хорошо, если мы готовы показать результат матча, чтобы уж мы... Ну у нас все как положено. Мы уже готовились к этой программе. Итак, Урал, Динамо, Москва. Матч закончился со счетом 2-2. И об этом матче мы давайте и поговорим в ближайшие 30 секунд. Я согласен с Олегом, потому что там матч действительно тура будет. Там много чего-то произошло. Здесь 2-2. Динамовцы проигрывали, потом ввели 2-1. И вот на 91-й минуте... Ну короче, два мяча, да, конечно, очень глупые. Первый мяч Динамовцы пропустили. Козлов сбивает Шунина, нам забивают. И второй мяч Шунич, практически родной брат Шунина. С защитником там двумя... Козлов сбивает Шунина? Да, Козлов. Сам своего, чтобы сбивать Козлов? Ну посмотрим. Ну там, да, там получилось так. На 91-й минуте пропускаем. Ну, не повезло. А так, я скажу честно... Скажи честно, разницу ты видишь между Хохлом и Калитвинсом? Да, заиграли даже те, кто пешком ходил. Козлов носится, я не знаю, 90 минут, откуда у него здоровье появилось. За 4 мяча, да. Результаты действительно тут... Ну как у них в плечалке, играя, играя Динамо, и комки там придут, да? Так что, Олег, я оптимистично смотрю в будущее. Я думаю, если дай бог сейчас усилимся, тем более сейчас селекция занимается Широков... Ну все, я думаю, это да. Теперь Калитвинсом потянет. Слушайте, у нас теперь Блад есть, мы же все-таки он завидно играл, поэтому у нас Блад может быть и нас еще... Подтянет Динамо-то мы еще можем попылить. Олег, а Динамо-то мы еще можем попылить, по крайней мере. Это точно. Нет, мне главное, чтобы болельщики Динамо видели, что есть изменения. Есть изменения именно в команде. Я общаюсь, болельщики все говорят в один голос, что ну пессимисты может быть какие-то. А так, болельщики все верят, действительно игра изменилась. Видно, что и... А может быть надо было брать тренера, но посолидней? Ну посмотрим. А мне кажется Хохлов абсолютно... Мне кажется, Хохлов выиграл. Свободных нету. Хохлов, он же Скобелев. Нет, наверное, что-то в этом... Хохлов выиграл два или три чемпионата среди дублеров. Больше у него, конечно, зафига. А тот же Гришин, который тренировал в ЦСКА. Да. Он в команде, понимаешь, он знает игроков. Посмотри последний матч, опять быстренько вернусь к этому Куралу. Вышли на замену кто? Сергей Терехин, да, и вышел. И Терехов, вернее, не Терехов, и Обольский. Два парня из дубля. Они, в принципе, один забил, второе не испортило игры. Не забывай, кто тренирует Урал. Да. Еще один мастодон тренерского... Кстати, Урал-то он и у ЦСКА очки отбирал. И в первую игру они очень неплохо играют. Да, ты посмотри, как мы играл Урал. Очень хороший середнячок. Это раз. Во-вторых, действительно, это заслуга тренера, что... Тарханов, это... Ну, куда? Что-то в Динамо. Я вам больше, друзья мои, скажу. У нас Урал на шестом месте. Да. На секундочку, на шестом месте. А Динамо? Да. Позвольте узнать. Это мы скажем чуть позже, когда перейдем в турнирную таблицу. Ну, не знаю. Честно говоря, давайте посоветуемся. Советуемся. Такая плотность. Вот, Ильдар, согласись, там такая плотность. Мы сейчас это увидим. Причем, кстати, вот, опять же, Спартак как лидер вообще игру не показывает. Из 16 игр там что-то 6 побед. У ЦСКА буквально... Как лидер прошлого сезона. Ну, да. То есть, да. У ЦСКА то же самое. Там, дай бог, одна победа из пяти. Там Краснодар, Зенит. То есть, вот то, с чего передача началась, да, там пик. Да какой пик? У нас команды вообще не забивают, не играют. Какой это пик-то? Молодец, человек меня поддержал. Какой пик-то? Пик какой-то нашел пик-то. Да какой пик-то? Да забили все команды, кроме Рубина и Зенита. И что это? Лидер чемпионата, да? Зенит. Лидер чемпионата, да? Лидер чемпионата, да? И это пик. И Ростов. Нет, а остальные... Ну, Ростов не забил, да. Но в этой матче был забитый пик. Да нет, ну, в целом, если брать... Два-два, один-три, один-два, два-два, три-два, три-два. А Зенит сколько забивает? Никакого пика? Лидер, который самый богатый клуб страны, он вообще не забивает пять матчей подряд. Так не деньги забивают? Вот. Вот именно. А какой пик-то? Да не будет какого пика, пока нет футбола, все, там, до свидания, 19-й год там. Уговорились. Теперь советую с вами, будем мы Спартак УФА обсуждать. Хорошо, мы поняли. Если позвонят там, мы-то... Хорошо. Ну, в принципе, да, Спартак победил. Кстати, они давно не побеждали, да, УФУ-то. Первый раз, по-моему, да, Спартак? Нет, это не первый раз. У них из семи матчей было, сейчас я вспомню, семи матчей, по-моему, четыре ничьи. Да, кстати говоря, два поражения. Да, первый раз они обыграли УФУ-то. Да, как-то так. У себя дома точно. Итак, переходим к матчу, центральному матчу Тура. Барабанные дроби. Локомотив. Честно сказал Зенит. ЦСКА 2-2. Даже не знаю, с кого начать, можно было бы, как говорится, кинуть жеребень. Кто победил, с того и начинаем. Тут, в общем-то, была ничья, хотя уверен, что одни могут сказать, что вырвали победу, другие могут сказать, что упустили победу. Ну что, в любом случае игра хорошая была на самом деле. Игра в этой игре, я тоже согласен, было все, и удаление, и не забитый пенальти, и обилие мячей. Подожди, начни-ка ты. Вот не нас спроси, а себя начни. Я еще... Как болельщик Рубина. Как болельщик Рубина. Как болельщик Рубина, я могу сказать только одно. Футбол был великолепный. А результат, знаете ли, вы уж сами, болельщик между собой, определяете, кто потерял, а кто... Я на самом деле, Олег, позволю начать вот наше рассуждение после... То есть ты берешь на себя. Ну, как хозяина. Оля, мы в гостях были. Мы в гостях, мы дадим. Матч, бесспорно, получился очень интересным. Я не помню, что были центральные встречи, вот так вот довольно классно проходили. Дерби, дерби прям действительно такой. Ну, вот Локомотив Зенит можно, в принципе, отметить. Хотя вот Краснодар, ЦСКА, наверное, не так смотрелся. Вот, здесь было все. И не забитый пенальти, и красный, и догоняла одна команда другую. В общем, и могли, кстати, вырвать победу, что, наверное, одни. Вторые, как бы, я не помню, что ЦСКА была ближе. Второго круга, да, был уже? Да, 16-й тур. Три-1, Локомотив. Локомотив тогда еще Тарасов забил, да, я помню. Локомотив практически Зенит выиграл в первом круге, Динамо выиграл. И Спартак там, да, и все четко. Я могу сказать, что, как бы, не знаю, что согласятся ли болельщик ЦСКА или нет. Мне кажется, Локомотив все-таки был на четко ближе к победе, чем ЦСКА. Если бы не удаление, если бы не удаление, не было бы вот этого, не забили бы ничего. Я сейчас не буду спориться. Жень, ну не было бы одного удаления Хасонова, было бы одного удаления Верблова. Да не было тогда, Вербл уже отвечал на удаление. Из-за чего, Жень, нам забили гол? Опять же, из-за того же Миланова. Как сейчас, помню, игра с Вольсбургом. Сейчас, Олег, подожди. Да, мы смотрели и говорили. Слушай, игра с Вольсбургом. Тогда один в один на фланге пытается как-то чего-то обыграть. Здесь на него выходят вдвоем. Отнимают. Пошла атака, гол. Вынимай. Отдай сразу. Принял, отдал, принял, отдал. Куда ты, Месси? Включаешь в себя Месси. Мы это обсуждали, мы смотрели с Олегом. Как он вышел на замену, я думаю, ну все, сейчас 100%. Мы тоже с Олегом, мы смотрели Месси. Вот у нас два, точнее три. Васин раз, Набабкин, тот еще и Миланов. Вот это вообще просто. Вот это троица. Вот серьезно. С такими игроками другой команде нападения не надо. Эти все ребята сделают. Итак, давай, скажи, почему ты считаешь, что Локомотив упустил победу? Упустил победу, потому что в конце встречи, когда была контратака, а Локомотив славится контратаками вообще по ходу этого чемпионата, здесь, на мой взгляд, Леша Миранчук, который получил, возможно, в голову локтевым ударом от Понтуса Вермала, немножко не сообразил, что нужно было бить практически то, что он слева на тренировку, как мне кажется, из 5-4 кладет. Здесь не нужно было вот эту спартаковскую перепасовку на фарфана там доверного доводить. Тут нужно было просто на убой стрелять, а там уж, как Акинфеев, выручить, не выручить, но, по крайней мере, попробовать можно было. Да, но здесь вот он, как на мой взгляд, и сам Юрий Павлович Семин признал в интервью после матча, что здесь Миранчук поступил неправильным образом. Хорошо. До 49-а. Ну ладно, у нас сейчас есть телефонный звонок телезрителю, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, еще раз Юрий Сергеевич. Да. Мне кажется, что ошибся Кончаренко. Да. Иванову выпускать не надо, потому что осталось немного времени дотянуть до конца, как говорится. Выпустить еще одного защитника. Правильно. Березуцкого какого-нибудь. И поменять это. Долик Анашевича. Ну неважно. Да, да, да. Молодой, надо было поменять его. Любого защитника. И сосредоточиться на обороне. Так, конечно. Отливай метил куда угодно, время уходит. Не надо атаковать. Они уже выиграли матч почти. Да, да, да. Суши игру. Суши, так точно. Да, здесь соглашен быть. А вот, когда выпустили этого Миланова, ну, вообще ждать было нечего. К сожалению, так. И еще. Мне не нравится Виарбун. Его поведение на поле. Нормально. Судим. Хороший футболист, но нельзя так себя вести. Надо. И даже когда они хотят судить и показывать ему желтую карточку, он обязательно будет спорить до тех пор, пока они ему ее покажут. К сожалению, так. И тут удар локтем, это не по-спортивному. Это я согласен. Явный удар. Это я согласен. Их побольше таких игроков в сборную, на самом деле, как я. Вот давайте вот если сравнивать вот того же Дженера Гатуза, да, и Вермбума. Ну, они оба бойцы, но разные. Если Гатуза, по крайней мере, делает крайне на желтую, и не было у него локтевых таких ударов, да, из-под тяжка, можно сказать, то у Вермбума он полная противоположность. И многие сравнивали, в любом топ европейском чемпионате, это не то, что желтые какие-то там разговоры, это прямая красная карточка. Гатуза 20 карточек красных за свою карьеру. У Вермбума одна единственная. И то, и то, вторая желтая. У него нет ни одной прямой красной карточки, только вторая желтая. Единственная. А футбол без эмоций не бывает. Вот был у нас халк такой неприкасаемый, как мне кажется, да, в Зените. Вот такой же, на мой взгляд, сейчас Вермбум ЦСКА. Я не знаю, что на него давит. Может быть, он как-то влияет на свою дружу с ними. Согласись, он же изначально, когда пришел в ЦСКА, он изначально себя позиционировал, как твердый, жесткий игрок. Всегда играющий на карточку. Всегда. Шемберес. Да, да. Но позиция такая. Но позиция такая. Не явно на красную. Гатуза такая же. Гатуза, да. Они должны быть, такие игроки, на самом деле, в каждой команде, конечно. Ибо нефига. Локтем получил, в следующий раз вообще еще ногу тебе сломаю. Вот и все. Ну, по крайней мере, футбольщик у нас пока. Юрий Сергеевич, давайте вернемся. Юрий Сергеевич правильно сказал, что ошибка Гочаренко. Действительно. Нет. Этого Насону что-нибудь. Вы понимаете, я приведу пример просто. Вспомню матч Динамо-Наполи, когда Черчесов тренировал. Забнин получает карточку в первом тайме. И он выпускает его во втором, и он на 46-й минуте получает вторую. А, я помню. И Динамо при счете 0-0 остается в меньшинстве, и Наполи нам 3-1, кажется. Ну, там, кстати... Ну, по поводу Хасонова хочу тебе сказать. Вот когда он получал вторую карточку, когда он позиция такая была. Да ладно, Жень, ты хочешь сказать... Гордюшенко не заменил бы его. Да нет, я тебе хочу сказать по поводу... Конечно. И матч Челси. Один в один ситуация в чемпионате Англии даже еще грубее было там сыграно, на мой взгляд. Судья даже не то, что там... Он даже на свисток не посмотрел. Народ... Футболисты просто разошли, как как было. А здесь сразу... Там падают постоянно штабелями. Ну, давай посмотрим, как ты сыграл. Мы можем спорить, но карточка была чистой. Не, не была карточка. Да не чистая была карточка. Когда два футболиста тянутся к мячу, просто да, один проигрывает, по-любому. Он же не специально играет ее. Он не играет сбоку, он не играет со спины, где сразу желтая. Разбор был официальными лицами. И здесь, конечно же, многие признали, что это желтая. Может быть, она какая-то слабая, но она даже желтая была. После матча был... Кто у нас тренер? Вторая желтая. Судья какой-то был. Кусаинов. Нет, Кусаинов другой. Неважно. Неважно. Он сказал, что я бы здесь не поставил, может быть. Он сказал, что не, не бутылка. Он сказал, что я бы, скорее всего, здесь не дал бы. Я просто предупредил бы футболиста. А первая за что не убавшая судьи там. Ну, первая была там сзади. Понимаешь, Жень, мы не знаем момента. Может быть, молодой парень, он в совокупности, ну и получил. Да он игру сломал, ты понимаешь? Ты понимаешь? Сломал. Можно жестко сыграл, но он игру сломал. Судья сломал. Судья сломал игру. Удаление мы грустно. У судей было бы формальное право на желтую карточку. Было. Олега спроси, если судил. Я тебе рассказываю, что после чемпионата Англии идет, не дают за более серьезные нарушения. Я к чему говорю, что потом наши выходят начинают. Что-то все к Англии так это. А теперь давайте, теперь такую историю давайте. То есть, сторона ЦСКА говорит о том, что... Судья сломал игру. Испортил игру. Испортил игру. Испортил игру. Испортил игру. Испортил игру. Испортил игру. Так что игра получилась шикарно. Шикарно. Никто не говорит. Шикарно. Первые 50 минут. Ну, давайте положим руку на сердце. Скажем, что ЦСКА все таки возил локомотив. Был более подвижен. Более интересный. Ну а посвежее все-таки, два дня на два дня больше. Да, конечно. Ну то, что произошло, то произошло. Сискай, Сиш, приятно удивился. Сыграли, я не ожидал даже такую игру против Локомотива. Они так сыграют именно цельно, можно сказать. В этих проблемах, скажем, какие у них есть. Причем один и тот же состав везде играет. И чуть ли не Кубок России, Лига Чемпионов, и Чемпионат России. В одной игре, в какой игре, не помню. Во втором тайме, там даже, ну, видел схему, да, играли вообще все игроки сборной России. Все, ну, включая там, да, Фернандес. Кроме одного Вермбума, да. Нет, не в этой игре, в какой-то другой там накануне, когда эта игра была. Ну что ж, давайте подведем итог. Осталось и так много времени, еще хочется немножко поговорить о других темах. Да, да, результат на табло, но игра, игра для меня, она важнее, чем эти цифры, да, которые останутся в протоколе матча. Наши команды закончили 16-й тур и сразу разъехались по своим сборным. Некоторые будут решать, кто будет играть на чемпионате мира, кто-то проводит товарищеские матчи. И давайте вспомним, с кем все-таки придется играть сборная команды России, хотя придется, наверное, немножко неправильно определение. С чемпионами мира практически. Ну, с двукратными чемпионами мира Аргентины, с лица-чемпионами. Не, ну Испания была чемпионом, Аргентина была чемпионом, Бразилия была чемпионом. В следующем году мы, может быть, и в Германии играем, и в Бразилии играем. Итак, друзья мои, я, честно говоря, не помню таких спарринг-партнеров, да еще через несколько дней Аргентина, Испания. Я читал интервью того человека, который организовывает, да, из РФС, вот во всех СМИ пишется, что очень дорого вообще это все стоит, чтобы такие сборные пригласить. И, на мой взгляд, я думал, что и билеты будут такие космические. Но они уже есть. Но они уже выкуплены. Я вот, мы с Эльдаром пообщались перед игрой, перед эфиром, что вместе идем тоже на футбол, правда, в разные сектора, смотреть. На мой взгляд, это будет грандиозный праздник футбола, и такие игры нужны нашей сборной, потому что они пока готовы ли наша команда решение. Я вот добавлю, нет, я чего ради иду на футбол? Ну уж точно не смотреть на сборную Россию. Вот, я и говорю. Иду посмотреть на Месси, это раз. На Месси, согласен. И на новые Лужники, для сравнения. Вот и все. А на сборную России я ее уже посмотрел, повидал и... Друзья мои, сколько Месси забьет сборной России? Мне кажется, один отгрузит. Не забьет. Не забьет. Месси на новом стадионе? Не забьет. Хорошо, они соберут ничьевичку 2-2 договорятся. Да? Ну и Испании, давайте прям одну минуточку посвятим Испании. Конечно, она уже Испания сейчас не та, которую мы видели там, ну может быть, 5 лет, да, там, лет назад. Все-таки сейчас переходит обновление сборной Испании, приходят другие игроки, да. Да, та команда, эта красная фурия немножко уже потеряла, может быть, лидирующие позиции. Но, тем не менее, сборная Испании... Стабильно выходит на чемпионаты мира и Европы. Рамос, Бускин, Штан. С первого места. Да, да, да. Чего нам жать вообще, ребят? Интересно посмотреть. Раз выдвинуться, наслаждаться красивым футболом. И получить удовольствие. Если честно, то Сережа согласен, да, хочется посмотреть интересный футбол вот этих звезд, которые приедут в России. Один матч в Москве будет, второй с испанцами в Питере будет. Мне кажется, два мегагорода насладятся вот этим футболом. От результата, я думаю, здесь никто... Не ваша. Да, здесь, наверное, не та стадия, Олег, чтобы вот у нас два месяца до чемпионата мира, и мы вот аргентинцам и испанцам там с Бубликом проигрываем там с разгромным счетом. С Бубликом хорошо. На мой взгляд, здесь, если получится у Черчесова что-то противопоставить таким сборным, будет, наверное, классно. Вот для сравнения тоже читал статью, что у многих вот сборных, те, которые уже, в принципе... Мы все эфирное время проговорим. Автоматически прошли чемпионат мира. У них очень много игроков играет в других чемпионатах. У нас же наоборот, у нас всего лишь два игрока, но и Штедер, и Рауш играют в другом чемпионате. Скоро главин заиграют в Барселоне. Ну, поживем, как говорится, увидим. Друзья мои, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Нам действительно будет, будет на что посмотреть. А я хочу прямо здесь сейчас в прямом эфире определиться. Мы встречаемся 15-го числа, это будет, правда, среда, для того, чтобы обсудить матч Аргентины с Испанией. Ну, выражайте свое быстрое решение. Мы будем, тем более, на стадионе. Значит так, друзья мои... Какая боль, какая боль. Аргентина, Россия. В среду 15-го ноября встречаемся, обсуждаем матчи России-Аргентин, Россия-Испания. Ну, а пока болеем за своих. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok